Прежде чем себе купить Chevrolet Cobalt CKPP, я очень долго сомневался, думал, ну как и все сомневаются, да, тем более в России вообще мы привыкли к старью, там, к жигулям, на жигах, там, на москвичах ездим, на волгах, на газелях, там, все очень грубо, жестко, да, там, и думаем, зачем нам этот автомат, вот. Ну на самом деле удобно, Chevrolet Cobalt управляется педалью газа, некоторые его называют акселератор, да, легонечко, прям легонечко нажал, добавил, поехал, да, в остальных русских машинах надо топить тапочек, давить там, давить, она долго думает, потом начинает разгоняться, Cobalt вообще легонечко нажал, начинает набирать обороты, нет такого, чтобы педаль там до середины нажимать. Вот здесь стоит АКПП, в нем есть режим кикдаун, нога вниз, да, как и на всех уважающих себя там автомобилях, нажал плавненько, чуть-чуть побольше, педаль газа, и она перепрыгивает сразу на одну или на две передачи вниз и начинает крутить, как швейная машинка. Если вы хотите резко обогнать, там ускориться, срабатывают мозги, она видит, что вы давите педаль газа, переводит в режим спорт, начинает у вас, ну происходит повышенный расход топлива, ну и машина у вас прет, летит там, ускоряется, как летающая тарелка, в принципе удобно обгонять. Вот, ну как бы молодым людям рекомендую ездить поаккуратнее. Машина становится динамичная, вот, то есть коробка передач, она адаптивная здесь, она видит. Если вы педаль газа сильно не топите, она переходит в экономичный режим, едет на пониженных оборотах, там пониженный расход топлива. Поэтому, в принципе, от 5 до 8 литров на 100 километров. Вот. Я не люблю динамичные режимы, как бы, уже не тот возраст, чтобы летать там, особенно перед КамАЗом обгонять. По молодости все так делали.